Есть как бы разные сегменты социальные, российские, разные сегменты общественного мнения в России. Есть как бы люди оппозиционно настроенные, которые с самого начала были против Путина. Их не так мало, даже по официальным вопросам, это процентов 15 населения. Они были с самого начала против Путина и против войны. Они сейчас, естественно, все говорят в один голос, те, кто еще не уехал из страны, что все катится в тартарары, и Путин привел страну к катастрофе своего преступления. Есть другая категория. Такие ура-патриоты-фашистоиды. Среди них раскол. Есть люди, которые ориентируются примерно на Пригожина и говорят, ничего-ничего, тяжело, но мы сможем, мы победим. Они сначала хотели заморозить Европу к земле, потом они, значит, хотели сбить Украину ракетными обстрелами в 18 век. Все у них не получается. Каждый раз с провалом новой авантюры они начинают новые надежды, уже связывать с другим. Вот там, значит, стал Суровикин, теперь мы заживем. Вот сейчас он победит. Суровикина сменили на Герасимова, они тоже на Герасимова надеются. То есть это как бы лояльный. Но это только часть вот этих ура-патриотов-фашистоидов. Другая часть, это люди, примерно мыслящие, как Гиркин, которые говорят, что все плохо. Значит, Путин оказался плохим фюрером, недостаточно жестким, недостаточно активным. Он не может выстроить страну в единый военный лагерь. У него там продолжают чиновники воровать, олигархи обогащаться. А вместо того, чтобы все единым фронтом идти и погибать, значит, вместе с пригожевскими зэками в промерзших степях Украины. Это другая часть этих ура-патриотов, их тоже немало. И они, может быть, не столь представлены конкретными известными людьми, как Гиркин, потому что известные люди боятся. Но я думаю, что многие ура-патриоты симпатизируют. Это даже видно, что в телеграмме, в комментах пасутся вот такие, значит, множество таких ура-патриотов безумных, которые при этом поливают Путина и тем более руководство Министерства обороны за то, что они проваливают войну. Но это тоже меньшинство. А большинству населения, большинству населения, по большому счету, им, в общем, на все это наплевать. Это, кстати, проблемы тех же ура-патриотов. Они возмущаются, что большинство населения не рвутся на войну, не рвутся как-то помогать фронту, значит, идти на военные заводы, работать там по 24 часа в сутки, как там было во время Великой Отечественной, так называемой войны. Что большинство населения живет своей частной жизнью и главный его лозунг «Моя хат с краю, я ничего не знаю». Значит, при этом они поддерживают власть и хотят, чтобы Россия победила в этой войне, но только по одной причине. Потому что думают, что если Россия проиграет, то будет еще хуже. То, значит, тогда вообще будет раскол, развал, гражданская война, черт знает что. А при Путине они уже, хоть эти же не очень сытно и не очень комфортно, но они уже привыкли жить, да, и как-то они выживают, умеют выживать при Путине. Так что вот это большинство населения. Но как только начнется, как я уже сказал, катастрофа на этой войне, на фронте, и начнется экономически более серьезные проблемы, они неизбежны в связи с тем, что нефтедоллары теперь в Россию поступать будут в гораздо меньшем объеме, масштабе с Нового года. И поэтому я думаю, что это большая часть населения, вот это болото, вот эти люди «Моя хат с края, ничего не зная, и они будут вынуждены, что называется, повернуться лицом к реальности. И их вот эта пассивная поддержка власти может тоже закончиться». Так, с реакцией на это все понятно. Но я вижу, что сейчас уже как могут пытаются население приободрить. Вот не так давно мы обсуждали ПВО на крышах зданий, теперь завозят лавки в подвалы и в бомбоубежища в Москве. Ну как-то пытаются, я так понимаю, народ расшевелить. И вот даже начинают уже идти достаточно публичные люди с пиар-такими акциями. Захар Прилепин ушел вот, например, на войну, рассчитывает, что после возвращения с фронта его могут назначить губернатором. Также лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов, но он, правда, к Пригожину вот записался. Что это за такие у них начались массовые уходы на фронт? Зачем тоже, опять же, им это? Ну, это просто такие игрища карьеристов. Ну, тот же Миронов, я его знаю лично, да. Он, когда еще с ним общался, то есть 20 лет назад, он уже был старым, как бы по-мягче сказать, старым чудаком на букву «М». Часто он вообще просто разваленный уже старый. Абсолютно никому не нужный, который уже давно нужно сдать в утиль. То есть Пригожин не примет эту заявку, судя по тому, что вы говорите. Я думаю, что вряд ли он примет эту заявку. И вряд ли Миронов считает, что он может принять эту заявку. Я думаю, что он там помрет, не доезжает до фронта уже от старческих своих заболеваний. Так что никому не нужный кусок дерьма этот Миронов, который скоро всольют в унитаз. Даже при Путине он уже обречен слиться, потому что по полирейтингу у него и популярность в стране ноль. При этом он пытается изображать из себя публичную политику. Держится только благодаря поддержке Кремля. Что касается Прилепина, то он тоже отморозок абсолютный. Но он, конечно, помоложе, да. И, естественно, ему нужны пиары и политическую карьеру, он мечтает о политической карьере. Но, кроме этого, он, конечно, идейный фашист. Так же, как и Гиркин Стрелков. Идейный фашист, но если Гиркин Стрелков обиженный фашист, и он поэтому говорит правду, то Прилепин, наоборот, фашист, которого поддерживают и не обижают, а, наоборот, подпитывают и властью, и деньгами, и эфирами на ТВ, и так далее, и так далее. И поэтому он и любит своего фюрера, на него не обижен. И вот поэтому он, собственно, и пытается делать, продолжает делать карьеру, какие-то широкие жесты делать. Что касается, так что это все такой гнилой, тухлый пиар, как малоинтересный. Что касается вот этих, как вы говорили, систем противоракетной обороны на крышах домов и прочее, прочее, я не думаю, что это пиар, я думаю, они действительно опуганы реально. Потому что был Энкельс, когда был атакован, он, в принципе, насколько я понимаю, от Украины ненасильно ближе, чем Москва. И они просто реально боятся, что украинцы или американцы, используя через Украину, забросают к чертовой матери, к там, какими-нибудь дронами. Как сейчас это, кстати, в Иране совсем недавно было сделано. И поэтому они просто знают, значит, как... Ну, Иран, это вряд ли мы, у нас таких дронов, не знаю, вряд ли у нас есть дроны, которые на такое расстояние могут пролететь. Ну, у американцев-то есть точно, поэтому они их в любой момент могут передать. Понимаете? То есть они, а те готовятся. Ой, если бы, да, это в любой момент передать, это хорошо, конечно. То, о чем мы как раз часто думаем. Ну, так Прилепин, я вот не понимаю вот эту многоходовочку его через войну в губернаторы. То есть не настолько он там любим или просто он послушен? Я не знаю про историю с губернаторами. Вот он хочет, да, предположение есть, что он хочет в губернаторы пойти, и именно для этого он пошел на войну. Вот таким образом это должно заслужить. Я думаю, что это предположение сделано очередным каким-нибудь рыцарем до диванного фронта в телеграм-канале. Ничего, я думаю, такого реального нет. Значит, но Прилепин, безусловно, очень амбициозная личность. И я думаю, что он метит там в своих больных фантазиях, он бы мечтал быть каким-нибудь фюрером новой фашистской России после Путина. Он же был, я же как бы давно за ним слежу, мы, в общем-то, земляки с ним. Оба из Нижнего Новгорода, он, по-моему, из области Нижегородской нанесут. Он был же оппозиционером, подписывал всякие преобращения, типа Путин должен уйти, и в таком духе. Но потом его пригрели, обогрели, подкормили, значит, он подобрел и стал таким, значит, фашистом при дворе Путина. И в путинском дворе при администрации президента. Он уже не первый раз же идет на войну, он уже ходил, когда была эта так называемая ДНР, у него там была своя банда какая-то в так называемом ДНР. Потом его оттуда попросили, видимо, он там с местным начальством что-то не поделил. А сейчас, видимо, ему нужно сказать, он сам решил, что время пришло ему опять попиариться на этой войне, попиариться перед своим фашистойным электоратом, выслужиться перед властями, которым тоже нужны такие примеры. Знаете, пионеров-героев, да, то есть вот Прилепин хочет быть пионером-героем, а его, может быть, власти там убьют, а потом будут писать о нем всякие, знаете, истории святочные, как в свое время были о пионерах-героях, которые, или о Зоиком Смодемьянской, там, какой-нибудь подвиг Прилепина, да, как Прилепин остановил своей грудью 10 этих абрамцев американских. Не, ну уже, знаете, их еще нету, а их уже уничтожают под Бахмутом, только потом оказывается, что фотографии из Ирана, правда. Ну да. Ну вот примерно то же самое. Сами же убьют и сами же героев сделают. Это в традициях российских спецслужб и российской пропаганды. Понятно, Игорь, я вас уже буду отпускать. Эфирное время наше с вами на общение подходит к концу. Глядачам нагадую, Игор Эйдман, российский социолог, публицист, эксперт по социологии интернету и разведку социальных мереж до нас долучился. Вам дякую и до новых встреч в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова